Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня подводим финансовые итоги года. Сегодня пафосная программа у нас. Андрей заморгал от страха. Не бойся, не бойся. Я знаю, что... Кстати, я хочу обратить внимание. Давайте я сначала представлю. Сегодня в гостях у меня Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента МФЦ. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер. И Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Как ваше предновогоднее настроение? Два слова буквально. Настроение. И тишина. Два слова буквально. И тишина. Настроение такое же, как на рынке. Спокойно уже хочется, чтобы все закончилось. Уже да. Уже перейти к празднику. Я, кстати, читаю твои посты в Фейсбуке. Что-то там происходит у тебя в жизни, да? Да, все происходит. А хотелось бы, чтобы все было спокойно уже. Это нормально. Так вот я... Подожди, подожди. Сейчас. Что я хотел сказать. Финансовые итоги года — это пафосная программа. Вы чувствуете, во-первых, ответственность перед радиослушателем? Да, мы уже настроились. Во-вторых, из огромного количества ваших коллег, которые были в течение года в этой студии, сегодня вы... Зажигаем. Судьба выбрала именно вас. Это говорит о чем? Что, а, вы самые умные и самые красивые. Значит, у меня к вам просьба. Надо поделиться, кто из вас самый умный и кто из вас самый красивый. Самое очевидное, конечно, и простое было бы решение сказать, что Лена самая умная, Андрей самый красивый. Но это было бы очень банально. И Лена могла бы обидеться, да? Вот есть у тебя такая наверняка, почему это я не только красивый, я еще и умная. Ну, как обычно девочки рассуждают. Поэтому я предлагаю назначить вас. Андрей сегодня самый красивый, и Лена самый умный. Замечательно. Договорились? Отлично. Скажи что-нибудь. Неожиданно, в поворот. Ну да ладно, накануне Нового года мы можем позволить себе все, что угодно. Ну, а теперь давайте вернемся к теме, точнее начнем. А у нас куранты будут? Куранты? Не, боюсь, не будут. Ну, мы можем сами что-нибудь эдако изобразить. Все в наших руках. Итак, подводим финансовые итоги года. Значит, я хотел бы вас попросить, чтобы, ну, максимально подробно, если хотите, эти итоги прозвучали без зайчиков. Да, Андрюш, хотя о зайчиках накануне Нового года можно вспомнить. Кстати, опять, смотрите, еще одна интересная история. Известный своей любовью к зайчикам Андрей Верников и известный своей любовью к лисичкам Еленой Чернолецкой. Вот мы и встретились. Да, слушайте, не случайно судьба свела нас в этой студии сегодня. Ну, да ладно, хотелось бы, да, чтобы финансовые итоги года мы с вами, так сказать, не точечно подводили, а глобально поговорили о тенденциях, об Америке, о Европе, о Китае, о Японии, я не знаю, о России, о российском фондовом рынке, Лена. Есть он есть. Вот, вот, как может тебе, да, удивительно слышать это название, российские фондовые, ну, тем более, есть, и далее, и даже иногда работает. Ну, Андрюш, с тебя начнем, наверное, да? Поскольку ты самый красивый, я... Опять вас, ну, ладно, хорошо. Давай. Ну, вот, если посмотреть по индексам, значит, то наш индекс МВБ, он по итогам года вырос, сейчас скажу, в пять раз меньше, чем немецкий DAX, и примерно в четыре раза меньше, чем французский. Ну, он вырос хотя бы? По итогам года, да, вот, но с другой стороны, если посмотреть на Китай, который вот около нуля там, ну, примерно, грубо говоря, то очень непонятно, мы скифы, мы азиаты или... Понятно. Вот куда тебя понесло опять? Ну, вот хорошо это или плохо, ожидания у меня были, и я хочу покаяться, даже странно, что меня пригласили, потому что ожидания у меня были 1620 пунктов на конец года, и вот мы видим, что... Может быть, тебя поэтому и пригласили мы, потому что все слышали, да, от этой цифры, которые ты в эфире выдавал, а то, что мы видим сейчас, очень далеке, и хотелось бы, чтобы вот человек покаялся. Да. Принародно. А с другой стороны, если посмотреть, когда индекс был там 1240, я как бы уберег своими советами народ от открытия коротких позиций, и все-таки... И за это народ тебе благодарен. Да, и поэтому меня пригласили с другой стороны. Хорошо. Ладно, мотивацию мы теперь знаем, почему Андрей в этой студии. Лена, давай тебе слово, почему ты здесь, это даже не нужно мотивировать, потому что... Ну, тогда я не буду мотивировать, я про рынок. Про рынок давай. Ну, я немножко более глобально возьму, чем наш рынок. Наш рынок, вот если я сейчас тоже не ошибаюсь, примерно 6-7% роста в итоге, по итогам года показывает. Это действительно, это отчасти лучше, отчасти хуже по сравнению с кем-то другим, может быть, чем-то лучше, чем многие emerging markets. Но у нас на рынке происходило много других, к сожалению, негативных событий, которые вполне могут вылиться уже в следующем году. Что хочется выделить по итогам года? Прежде всего, это активность Центрального банка России на финансовых рынках. Это жесткие нормативы для российских банков, сильное ужатие ликвидности в течение года, рост ставок на рынке МБК, казалось бы, причем здесь финансовый фондовый рынок, но, к сожалению, прямое влияние это оказывает, в том числе и сильно переукрепленный рубль по отношению к доллару и евро. Мы видели, что с марта пошел выход российских банков именно с рынка акций, и, к сожалению, несмотря на то, что после мартовского, майского падения, именно банки уже и не смогли вернуться на рынок в силу того, что нормативы не позволили им набирать новые позиции. Это первый момент, то, что, ну, обозначим его как то, что у нас сильно сократилось число участников на российском фондовом рынке, внутренних участников. Внутренних, да. Сократилось число внешних участников примерно с, это процесс начался еще летом прошлого года, не этого. За полтора года мы именно с рынка акций, только с рынка акций потеряли 3 миллиарда долларов. Вот как раз мы завершаем год практически ровно на этой цифре. Обратный приток в этом году был меньше 400 миллионов долларов. В общем, это даже не дневной оборот. Мы видели, что очень сильно упали объемы торгов на российской бирже. Сейчас мы, если в начале года объемы ежедневные только по индексу МВБ составляли порядка 70-100 миллионов миллиардов рублей, то сейчас мы видим где-то порядка 25-30, не больше. Причем даже в самые активные дни цифра больше не поднимается. И так, для сравнения, это цифра начала 2005 года. Вот то, что мы потеряли. Мы видим очень сильный отток капитала по ЦБ сжатии ликвидности. Это уровень 2009 года мы сейчас показываем. То есть, на самом деле, несмотря на рост индекса, у нас потери, потери, потери. И, видимо, многие ушли, пытаются сейчас накапливать валютные позиции, несмотря на укрепление рубля. Не исключено, что рубль будет продолжать укрепляться дальше. И до тех пор, пока все это будет продолжаться, видимо, финансовые рынки, фондовые рынки новых денег не увидят. То есть, вот, к сожалению, мы к концу года, опять, несмотря на рост индексов, подходим, в общем, с такими печальными итогами. Это только по российскому рынку, но и уже мировые тенденции там в своей истории. Андрей. Да, ну, в общем, можно согласиться, что с мая 2011 года идет отток капитала. В общем, хотя вот, с другой стороны, вот интересный момент. Я тоже стал вчера жаловаться управляющим Горчаковым. Говорю, что упали обороты там 20. А говорю, а вот все идет на срочку, на срочный рынок, да, дериватим. А он говорит, ну, а что ты вот хочешь во всем мире соотношение 1 к 10? То есть, наоборот, это, говорит, нормальный процесс, он еще будет дальше, клиенты приходить и влечиться на срочном рынке, а здесь падать. То есть, говорит, нормально, все под контролем. Такой, ну, это взгляд. И вообще сейчас мы к концу года подошли к тому, что вот если мы сейчас откроем какой-нибудь сайт, там, MarketWatch, и там по развивающейся рынке, там есть цепленная шкала. Вот там, Багладеш, Китай в самом начале, на предпоследнем месте всегда будет Бразилия, а мы уже вот хуже некуда, вот хуже Бразилия, России. То есть, мы на последнем. Да, вот, по интересу инвесторов. Но это не значит, что так будет вечно, вы же понимаете. Ну, понимаем, конечно. На текущей ситуации очень печально. То есть, ты согласился с Леной, да, и мы сейчас должны посидеть немножко, попечалиться, я так понимаю. Это низкая база, с которой можно... Конечно, да. Это возможность расти, расти. Какие перспективы открываются перед российским рынком. Ну, перспективы, это как раз печально, потому что, с одной стороны, мы, позиции, в общем, тяжелые, а индекс стоит высоко. То есть, пока мы не увидим падения, там, ну, понятно, что на таких уровнях приходить под такой спекулятивный спрос на рынке, где кроме спекулянтов-то уже никого нет. Вот я помню, Олег, у нас была передача, что спекулянты правят баллом, они как пришли, так и не уходят, а длинных инвесторов нет. То есть, любой фонд, который сейчас придет, допустим, там, на несколько миллиардов рублей, он сделает, там, половину оборота внутреннего в рынке, и вопрос, ну, как в том анекдоте, да, будем продавать, а кому? Поэтому, конечно, никто пока и не приходит. Ну, мы сейчас видели, как «Газпром», вот, буквально в конце года тормозил индекс, да, то есть, длинные деньги «Газпром», длинные деньги не приходят, они пытаются пробить, там, определенные отметки, «Газпром» на месте, ну, и все, все понятно, кто на рынке сейчас. Так, хорошо. Я хотел напомнить еще раз и слушателям, и вам, уважаемые гости, что мы в анвесе финансовые итоги года, ну, и сразу же опечалились тем, что происходит на российском рынке. Давайте мы посмотрим более глобально, потому что вот эта печалька, она связана только с Россией, или все не так хорошо и в далеких пределах? Нет, ну, конечно, нет, потому что, наверное, ключевым моментом мировых финансовых рынков было не столько, там, не надо брать конкретно Европу, США, там, вся отдельная история, это можно обозначить простой фразой, это бегство от рисков. Мы снова вспомнили страшное слово 2008 года «редемшн», когда ставки по десятилетним американским облигациям, которые считаются эталоном безрисковых инструментов, они находятся ниже 2% практически в течение года, и выше уровня 1,8% поднялись буквально один раз в период, когда ФРС объявил тогда о третьей программе качественного смягчения, это был единственный момент, но потом ставки снова ушли вниз, и таким образом мы видим, что огромный спрос на германские облигации, на швейцарские, на шведские, то есть все страны, которые сейчас потенциально хотя бы могут рассматриваться как некую защиту от рисков, их все выбирают инвесторы, причем, несмотря на нулевые ставки, иногда отрицательные ставки, и никто сейчас не старается работать со спекулятивными инструментами, и если мы посмотрим на объемы торгов не только в России, но, например, в Штатах, где, конечно, там не было такого, там тоже объемы торгов упали, упали объемы на акциях в Европе. Я понял. Хорошо, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня подводим финансовые итоги года, и в гостях у меня те самые коллеги, наши лучшие практически коллеги, которые могут эти финансовые итоги нам с вами озвучить. В гостях, напомню, Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра, и Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Капитал Менеджмент. Ушли мы на новости, Елена рассказывала что-то очень интересное по поводу... Я думаю, что дальше уже можно перейти к каким-то отдельным событиям Европы и США, я думаю, что, может быть, уже Андрею передадим слово. Нет, Елена Медведь-патентованная, я понял. Вот у меня такая же аналитика работает, фамилия Шишкина, тоже, ну, Шишкин, лес, и тоже все гасит и гасит, но невозможно, нужен оптимизм под Новый год. Оптимизм... Нет, подожди, подожди, во-первых, на Лену не наезжай, пожалуйста. Она у нас сегодня самая умная, как мы... Но у нас должен быть контролируемый конфликт, такая ядерная реакция, контрольную... Не надо конфликтов уже, до Нового года пару дней осталось, и вы все, конфликты какие-то. Ну, хорошо, значит, я соглашусь, что действительно этот был год инструментов с фиксированной доходностью, аппликационнички жировали, мы сосали лапу целый год. И сейчас мы вырулили на такую ситуацию, что в начале следующего года, значит, ну, во-первых, наибольшее количество погашений, которые приходят во второй, третий квартал стран. Если посмотреть, есть три будурающих фактора. Это, во-первых, Кипр, кредит 17 миллиардов евро, который нужно получить, и проблемы выбора Германии, которому не так просто это все будет сделаться. Второй фактор – это Италия, 24-25 февраля выборы в Италии, вокруг этого. И третий фактор, по которому мы забываем, это долговые проблемы Аргентины, где тоже определенные проблемы возникли из-за того, что суд американский принял решение. Ну, неважно. Нет, это важно. Во-первых, мы не забываем о проблемах Аргентины, мы о них просто не знаем. Я просто надеюсь... Это ты сейчас почему-то о них заговоришь. Я говорю про долговой кризис, да? В целом, ты имеешь в виду? В Аргентине. В Аргентине. Вот. Мы помним, что фонд Дубай, я тоже не знал про фонд Дубай до поры до времени. Про него никто не знал до поры до времени. Вот. И все эти проблемы, они будут мешать этого процессу перетекания обратно. Но поистория показывает, что, в принципе, это возможно. Я в следующем году это жду. И вот этот вот процесс перетекания с облигацией в акции обычно занимает 3-4 месяца. То есть вот надо эти проблемы разрулить, тогда, значит, мы увидим некое перетекание. Ну давай так, значит, проблема Аргентины в февраль месяц, правильно? Ты озвучивал там. Нет, выборы в Италии в февраль месяц. 24-25 февраля, да. Неважно. Аргентина у нее когда это? Аргентины тут нету по числам, по числам нету. Ну, то есть весна, будем считать, первый квартал где-то. Да, да, да. И там у нас чуть дальше выборы в Германии. Если посмотреть по суверенному долгу, ну, по соотношению долга к выпалтам, да, то наибольшие проблемы в первом квартале это Италия и Португалия. Ну, надо как-то разруливать. Надо разруливать, наверняка как-то это дело разрулится. То есть можно говорить о том, что первый квартал мы еще, так сказать, слово твое я забыл, мы еще вяло-вяло, вяло-вяло походим, а начиная со второго-третьего рынок вполне может... Ну, у нас еще есть политические проблемы в мире, например, Ну, например, у нас есть проблема конфликта сейчас в Великобритании с континентальным Европейским Союзом. И Кэмерон достаточно четко объявил, что если дальше будет насаждаться вот тот самый банковский фискальный союз, и в частности надзор за банками, а он будет насаждаться, потому что вся континентальная Европа сейчас поддерживает именно это решение, то Кэмерон поставит вопрос о референдуме, о выходе из Европейского Союза. То есть понятно, что, с одной стороны, Великобритания не входит в структуру евро, она не входит в какие-то иные экономические союзы. И на экономику Евросоюза и отношений это не повлияет. Но сам прецедент того, что какая-то страна начала выходить из Европейского Союза, может оказать влияние и на зону евро. Слушайте, ну как это плохо. А мы забываем про японский рынок. У нас еще есть японский рынок. Где оптимизм зашкаливает. А еще не из Китая. Вы представляете, что было бы, если бы американские инвесторы не верили в то, что будут решены проблемы фискального обрыва. Конечно. На каких отметках находился бы индекс? Я как раз себе очень хорошо представляю, что для американских инвесторов очень нормальная практика завершать перед новостью на высоких уровнях, для того, чтобы падать потом было не очень больно. Потому что падать с уровня 1300 мы падаем на 1100. Если мы падаем с 1400, сколько у нас сейчас, 20, примерно, в последние дни, то как раз падение 1200-1250 это нормальная техническая коррекция, ничего страшного. То есть отпадает потом рост. Американцы очень четко придерживаются практики технического анализа. То есть если мы отрисовываем какую-то фигуру, мы ее все-таки выполняем, несмотря на все новости. Но отложенные именно как коррекцию они вполне могут выполнять. Они? Нет, они наоборот сейчас обманывают, они разводные. Они ложные пробивы. Вот 1400, когда мы на стандарте пробивали наверх, и таких моментов очень много. Это было ложного пробоя, там вполне была хорошая двойная вершинка. Пробой был в нескольких пунктах, в общем, в теханализе пробоем это не считается. Так, ну... Продолжайте. Если бы вы знали, как ласкает слух этот ваш диалог про двойные вершинки и про ложные... Продолжайте, продолжайте. Так вот я что хочу сказать. А я на бык на самом деле. Я пришел в свою бычью позицию сказать, что я думаю, что в январе на самом деле рынок попадает. А в каком объеме вы уходите на праздники? Вообще-то я как бы писал, жалко, что никто... Никто не читает. Я пишу-пишу, но никто не читает. Я писатель. Что половина бумаг и половина... Остальной кэш, как бы резервированный по инвестированию. А сейчас сбавился от мечела. Ну, я хочу дешевле просто его купить. Ну, не значит, что я не верю в мечел, да? Вы хотят дешевле. Нормально. Мы помним, во что ты веришь. Помним, Андрей. Ну, я думаю, что в январе будет просадочка. Я хочу просто откупить. Я не хочу переворачиваться и работать от шарта. Ну, вниз работать. Не хочу. От шарта даже неприлично. Это слово звучит просто в эфире неприлично, да? От шарта. Да. Я верю в наш рынок. Тем более, вот смотрите, отток продолжается два года. Ну, будет в апреле, да? По статистике цикл притока оттока полтора-два года. Ну, не будет вечно, вечно, так сказать, оттекать. Оттекать вечно не может. Оно просто конечное, оно заканчивается. Судя по снижению оттока капитала последней недели, оно как раз именно закончилось. Это не значит, что оно начнется снова. Оно просто кончилось, все, больше ничего нет. Это раз. Во-вторых, американцы тоже, они очень хорошо работают. То есть, ну, мы сейчас все, какой оптимист ни был, пессимист ни был, да? Мы все понимаем, что проблемы фискального обрыва, сейчас они соберутся, они что-то скажут. Что-то решат, да? Они примут какое-то решение, причем варианты решения, они, как ни странно, есть, да? То есть, можно, допустим, хорошо, мы не будем продлевать эти квоты, да? Но Обама, как президент, он может выйти и сказать, давайте включим просто новые. Вот новые, следующий этап, да? Там есть варианты, как такового фискального обрыва избежать не удастся. Там есть варианты просто, насколько сильно будет, силен будет этот обрыв, и на чьи плечи он, собственно, ляжет? Там капитал, налогоплательщики, да? То есть, кто это там потребители, кто станет вот бенефициаром этого фискального обрыва, если так можно выразиться? То есть, что-то они сейчас решат. Соответственно, скорее всего, американцы в первые дни января, как тоже очень уже традиционно, они покажут рост. Я тоже согласна с коллегой, что не исключено, что мы после праздников уже тоже в какой-то момент покажем рост. А вот затем как раз наша позиция с Андреем расходится кардинально, потому что если вот сейчас этот рост случится, то я бы уже выходила из всех позиций и уже смотрела бы вниз. Потому что дальше начинается вот то, что проблемы долговые, проблемы политические. У нас продолжается отток капитала, и я думаю, что он продолжится, поскольку мы окончательно вышли из всех практически списков на такой лонглист, да, лонглист на покупку крупных фондов. Мы выходим из него уже постепенно, и уже многие об этом объявили. Дальше начинается уже конец января, это данные за год, за 2012 год мы увидим по Штатам и по Европе, а дальше пойдут пересмотры. И у нас очень часто бывает, да, что если положительная новость, да, после этого начинается такой всплеск, и затем падение. А затем начинаются фактические данные, и если они сейчас примут вопрос по фискальному оборудованию в любом виде, и зададут вот такой первый импульс наверх, то дальше им будет очень хорошо показать на самом деле реальные негативные цифры, на которых все рынки хорошо скорректируются. Это очень хорошая практика. Показываем реальные цифры, да, после этого происходит коррекция, после этого идет снова новая волна восстановления, да, но беда заключается не в том, как сильно упадут они, а как сильно среагируем мы, потому что у нас сейчас действительно пустой рынок. То есть сможет ли, получится ли так, что у нас в этой пустоте просто никого нет и никто падать не будет? Или не получится? Потому что покупать не будет никто точно. А что это Елена за меня говорит, что будет расти? Я такого не говорил. Вы готовы вставать в лонг? Я сказал, что инварик, рынок клюкнет вниз. Вот еще говорю, надо выкупать. А может быть он клюкнет на стресс-тестах американских банков, которые будут обликованы. Может быть на этих проблемах Италии, да. Я не знаю на чем, но я думаю, что в январе мы будем цены будут на акции ниже. Ну вот, да, вот тогда я просто поправлюсь немножко неправильно поняла. Я тоже согласна с тем, что мы будем ниже, но тут у нас позиция расходится в том, что Донрей говорит, что надо выкупать, а вот мне кажется, что выкупать... Лена, если вы честный человек, вот тут елочка, вот вам ручка, возьмите и напишите к концу года, какой будет индекс. Я уже написала, давайте я в сайт пришлюю, он есть, это тоже публикается. Подождите, подождите, к концу какого, 13-го года? Да, к концу следующего года, а потом эту елочку поставят, и вам будет стыдно. Или наоборот не стыдно. Нет, стыдно мне не будет в любом случае. Откуда у лисы совесть? Молодец, молодец, нет. Не надо Лену стыдить, я тебя прошу, не надо. Так, тем не менее, смотрите, все очень интересно вы рассказываете, и я все-таки в очередной раз хочу услышать от вас, и слушатели наши хотят услышать от вас, ну, мы подводим финансовые итоги, оптимизм, нам нужен оптимизм сейчас. Оптимизм это, прежде всего, оптимизм, у меня оптимизм огромный, как раз в случае падения это будет абсолютно правильно, абсолютно оптимистично, потому что любое падение, вот этот разрыв низкой базы с высоким индексом, мы получим, в случае того, если мы получим снижение, мы получим действительно основание такое для серьезной долгосрочной покупки. Это очень хороший оптимизм. То есть, вот если мы сейчас снизим наш индекс, ну, вот для инвесторов получится, да, что нет вот этой переоценки по отношению к другим, по отношению к нам самим, по отношению к экономической ситуации. Есть возможность уже закупаться. Тогда уже надолго. У меня полностью согласен с Нервастью. Ну, слава. Просто как консенсус. Вопрос, что покупать? Тут опять Горчаков, который мне за рекламу заплатил тут, Александр, да, потом не забудь поделиться, я тебя все слушаю еще. Сказал гениальную фразу, он говорит, если денег на рынке не будет, то будет расти норильский никель, если деньги западные будут, то будет расти Газпром. Вот такую гениальную фразу сказал. Она гениальная, потому что ее сказал Горчаков, или есть какая-то... А вы знаете, мы в прошлом году на бутылке шампанского написали индексы. Ты все-таки писатель, я тебе хочу сказать. Где угодно, на елочке давай напишем, на бутылке шампанского давай напишем. Сейчас мы ее выпили буквально, и вот прогноз, вот то, что Горчаков написал на этот год, оно наиболее близко оказалось. Но это была не реклама Горчаков, конечно. Ну это понятно. Я понял, ладно. Значит, смотрите. Сейчас у нас будут новости уже очередные, поэтому я, так сказать, вопросами вас не могу одолевать сейчас. Я, тем не менее, напоминаю вам, что мы сегодня подводим финансовые итоги года. И, кстати, сразу после новостей, мне бы очень хотелось услышать от вас. Как чувствовал себя азиатский мир? Мы говорили о том, что Япония – это просто верх оптимизма. Китайский рынок, Андрей начал его сравнивать с другими развивающими площадками. Ну и вообще Китай, учитывая, что мы на него посматриваем с точки зрения основных цен на сырье и металлы. Кстати, сырьевой рынок тоже очень хотелось бы услышать. Ну даже не только ваши прогнозы, сначала итоги, как он себя вел в этом году, ну и, соответственно, как будет чувствовать себя в следующем. Все это сразу после новостей на Финам.ФМ. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в студии сегодня Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента МФЦ, и Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management. Мы подводим финансовые итоги года и с трудом, но тем не менее, я так понимаю, эту задачу мы решим, мы с трудом наполняем воздух, наполняем эфир оптимизмом. Да, Лен? Продолжи, пожалуйста, это наполнение, и давайте посмотрим на восток, как чувствуют себя азиатские площадки. Я, как всегда, я же не могу, чтобы просто оптимизм. Это я знаю. Начнем с Японии. Вот приход нового правительства у нас сейчас уже начинается изменение в политике Банка Японии. Это глобальное смягчение японской экономики, глобальное, может быть, вливание, вплоть до того, что вот уже многие мои коллеги шутят, что давайте выкупать чайники в магазинах, потому что, видимо, Япония уже готова там скупать не только облигации, но и какие угодно другие инструменты, дабы поддерживать рост и вливать деньги в экономику, чтобы все-таки снизить курс евро. Действительно, для Японии... Курс иены. Курс иены, да. Прошу прощения. Действительно, то есть, если мы посмотрим на Японию, для Японии это хорошо. Теперь второй момент, что если мы снижаем, снижается резко курс иены, да, то есть, бегство из иены происходит уже вот второй месяц, мы видим, по парам доллара иена и евро иена, то возникает вопрос, что деньги там, это достаточно большой объем средств, который пойдет на другие рынки. А каким образом он пойдет? Скорее всего, если это уход именно с валютного рынка, то это будет либо опять фикс-фикс-тинком, то есть, долговые инструменты, либо второй вариант, это будут какие-то другие валюты. Ну, то есть, очевидно, что это кто-то из основных, это либо евро, либо доллар. Если мы получаем рост по доллару серьезный, а пока вот конфигурация валютных рынков, она не говорит за то, что доллар должен падать, то в этом случае притока на американский фондовый рынок мы не видим. Мы видим приток именно в доллар. Если мы видим приток в евро, укрепление евро, там как раз вот тоже по всем графикам и к доллару, и к иене по евро рисуется все-таки какое-то продолжение роста. В этом случае уже где-то, наверное, к середине следующего года мы увидим замедление экономики еврозоны. Понятно, что растет евро, снижается экспорт, замедление экономики еврозоны. Вот прямой риск. Второй оптимизм у нас может наблюдаться из Китая. Там действительно, скорее всего, по следующему году какие-то должны быть положительные события. Это огромная институционная программа, инфраструктурная программа, вливание в экономику. И прежде всего то, что объявляет Китай, это очень важно, что Китай намерен полностью отрываться от внешних рынков и все-таки окончательно, ну не окончательно, но в массе своей, зациклить собственный рост на внутренний спрос. Это очень важно, но. Здесь тоже есть определенное но. Первое но, это то, что одновременно с китайскими действиями американские и европейские компании постепенно выходят из Китая. Не в силу отношения к Китаю, в силу того, что им просто нужно поддерживать собственную экономику и собственные рабочие места. Второе, это то, что все, что сейчас происходит в Китае, это происходит при одновременном росте стоимости рынка труда. И второе, это то, что все инфраструктурные проекты, они на какое-то время поддерживают спрос. Но инфраструктура, она требует дальнейшего производства. То есть мы построили железную дорогу, зачем? Чтобы она была, да. Если она строится для того, чтобы она просто была, для того, чтобы в нее угрохать деньги, то там может возникать следующий вопрос. Это первая часть программы. Это первая часть программы. Ребята были заняты строя эту железную дорогу. Теперь зачем она нужна? По ней должны ходить поезда. А вот это уже проблема. А это уже проблема, потому что неизвестно куда они будут ходить. Но это уже, скорее всего, вопрос там 14-го года, уже не 13-го. Вот. Итак, внимание. Только что Елена Чернолицкая наполнила наш эфир оптимизмом. Продолжи так. Это так называется. Это так называется. Ну, хотя бы так. Хотя бы так она наполнила. Ничего страшного. С такой низкой базы я могу работать. Андрей Верник продолжает. Продолжай, продолжай. Ну, сейчас еще водичка начнет. Я боюсь, мне места не хватит. Я, значит, прогнозы итогово. Я говорю, может быть, все хорошо будет, может быть, плохо. Но скажу, что, значит, будет момент, что акции вырастут на 20-25 процентов к закрытию этого года. И в этот момент, так сказать, обязательно будет готов нести ответственность. Лучше денежно. Да нет, ну, по поводу твоей ответственности мы уже говорили некоторое время назад, да. Вот. А теперь по поводу Японии и прочего, да. Китая. Япония и прочего Китая, да. Вас интересует рынок Азии, да? Да, ну, случайно. Вы фанат, да, вот. Я очень люблю. Я очень люблю. А я вас только не люблю. Ну, значит, смотрите, Азия, значит, да, вот Япония вошла в официальную рецессию, два квартала замедления подряд. С другой стороны, вот эти выборы, и даже то, что было до выборов, уже были вопросы обликованы о том, что, так сказать, после выборов будет либерализация, денежная накачка, и иена будет дешевая. Да, они раскачали рынок, и все хорошо с японским рынком. Как бы сейчас, да, вот на текущее. Что касается по Китаю. Были в начале года прогнозы, что ВВП Китая по итогам года упадет ниже 7,5 процентов. Я как бы отстаивал, мужественно говорил, вот, вот, не упадет он. Вот. И вообще все это сказки насчет железных дорог, которые ведут никуда, темных городов. Да, да, да. И все это, я думаю, сильно преувеличивает. Я бы не подождать, добавил, темных безлюдных городов. Вот так это выглядит, зловеще просто. Это еще неправда. Я, значит, оптимистично настроен насчет Китая, хотя, конечно, я... Ты просто свою позицию в металлургах пытаешься оправдать сейчас. Акать, кстати, посмотрел, у меня позиция металлургов до того, как я мечтал, убрал, была порядка 6 процентов от портфеля. Так. Основное у меня был Сбербанк, обычка, ну, в общем, вот, и Сургутнефтегазпреф. Если бы сейчас Сургутнефтегазпреф ушел бы ниже 19, я бы опять что-нибудь сделал. Ну, понятно. Я даже знаю, что бы. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, вот и мое мнение, что есть некий неэкономический фактор, вот эти вот выборы, смены элит в Китае, который будет проходить еще в первом квартале. Ну, дойдет для всяких земель там и все прочее. И сейчас вот власти будут более плотно заниматься экономикой. Когда была борьба элит, было просто не до экономики. Я очень оптиметично настрою, значит, Китая. Вот по поводу нефти. Сегодня на Market Watch прочел интересную фразу эксперта, что нефть может в следующем году быть от 85 до 115. Это забавно. Вот. Если уже на нефть в конце года влияют такие факторы о том, что курды, которые экспортируют, ну, ничтожное количество там, продают Ираку, который Ирак потом Турции. И то, что они там прикрывают это ничтожное количество, эти, вот, одно десятое всего производства, это курды всего, да, на данный момент. И они перекрывают этот трубопровод, и на этом основании у нас нефть растет, да. То понятно, что нефть может раскачаться внутри этого диапазона совершенно, так сказать. Тут я не могу ничего прогнозировать. Не, ну, 85-115, это цифры, вот они, они же не с потолка. Если они будут ходить в этом коридоре, они весь год, 12-й ходили в этом коридоре, по сути. Ну, да, ну, и ничего не будет удивить, что они будут ходить и дальше. Да, я просто скептически отношусь к нефтяному сектору, да. Вот даже по Лукойлу, то, что они сейчас два раза в год в полугодие, раз в полугодие Дивы выплачивают, да. Как только они выплатили сейчас Дивы, сразу пошло, как бы, на пленный момент охлаждения, да, вот. Сейчас просто не настал еще, мне кажется, период. Покупка началась с июля, вот, по-моему, с конца июля, может, или она, наверное, поправит акции по дивиденции Сургут, нефтегазпрев, да. Вот будет второй импульс там, к весне. Пока еще нет такого импульса, такого не является. Поэтому скептически отношусь к инвестициям в нефтегазовое сектору и все. Скептически все-таки он относится. Так, ладно, значит, у меня вот еще какой вопрос к вам, поскольку времени опять у нас до новостей еще немного осталось. Что мы по поводу драгметаллов, Лен? Ну, к тебе этот вопрос, естественно. Я пока ожидаю, что действительно очень сильные волатильности, вероятно, золото все-таки вернется. Если мы действительно увидим какую-то сильную раскачку финансовых рынков, то золото не исключено, что покажет, прошу прощения, какой-то очень сильный локальный рост на рынках. Но я думаю, что это будет именно локальное движение, это может быть уровень там 1800, например, за унцию может быть 1900. Но это приличный уровень. Это приличный уровень, но я опять-таки повторюсь, что я думаю, что это будет такое очень локальное движение перед уже постоянным снижением по золоту. Постоянным. Постоянным. Мы видели нечто подобное по нефти в 2008 году, когда была вот эта шпилька на перекладке активов. Если сейчас пойдет какие-то движения очень сильные, допустим, по валютному рынку, по рынку, допустим, фиксированных инструментов, фиксированной доходностью, то такую шпильку по золоту я не исключаю. Но полагаю, что все-таки конец года по золоту уже будет сильно ниже, чем то, что мы видим сейчас. Конец следующего года. Конец следующего года, конечно. Ты как смотришь на золото? Да, ну вот я могу сказать, что когда смотрю на золото, хотя у меня нет золотых изделий. Ну, я думаю, что... Ты знаешь, меня это радует, что у меня нет золотых изделий. Значит, я думаю, что будет момент, когда котировки уйдут ниже уровня 1550 за унцию. Как бы это сбор стопов, как мы его называем, да. Но никакого глобального падения, мне кажется, не будет. И дальше снова будет определенный диапазон, как Елена правильно сказала, 1800 мы можем увидеть. В рамках этого диапазона. А вот 1550, это какой-то срок можешь озвучить, нет? 1550. Ну, я просто... Нет, я думаю, в течение года. А, в течение года. Я просто вспомню, последний раз это было летом 12-го года как раз, вот эти уровни, он, да, ходил, 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 потом вырос вот в районе 1800, да, там, с небольшим доходом. Потом сейчас опять уходит вниз. Платил от винных металлов. Платил, про паладь, правильно, хвалил паладь, да. Да? А меня вот пытались вот так, Елена, вот этот человек, он меня пытался вот так немножко пытался я тебя за паладь наказать. Нет, нет. Просто это нормально, понимаешь, ты о чем-то рассказываешь, какая доля скептицизма должна быть, понимаешь? А, ну да, тогда можно, да. То есть сразу же не воспринимая все на ура, правильно, Лен? Немножко посомневались. А потом, видишь, получилось так, что ты был прав, и ура, и ура, и респект, и уважуха, что называется. Хорошо. Значит, еще раз все-таки я хотел бы, Лен, о тебя услышать, да? Что ты видишь по сырьевому рынку в ближайшей перспективе? Во-первых, очень высокой волатильности, почему, в течение года. Во-вторых, вот по золоту я повторюсь. То есть моя динамика такая, ну мне как кажется, что это сначала будет рост, а потом уже постепенное снижение. Кстати, по золоту, если мы посмотрим на реальный сектор, то там себестоимость, она находится на уровне 1450, вот глобально совокупного, да? То есть раньше не выйдут там на покупку именно вот под глобальные запасы, например, ювелирные запасы. Вот по этому году мы очень хорошо видели, что сезон основного спроса, он не принес абсолютно никакого роста на рынок золота, то есть осень как раз зима. По рынку нефти я пока придерживаюсь мнения о том, что будет плавное снижение, что скорее всего конец года мы увидим уже под уровнем 100 по бренд. Но там тоже не будет, будет широкая волатильность, но снижение будет постепенным и какое-то падение по нефти мы увидим уже в 2014 году. Пока очень много проектов, но они еще не запущены, то есть будут давить вот это вот некое и политические проблемы, какие-то военные проблемы, они пока продолжат давить. В том числе продолжат давить и вот это ожидание якобы роста в Китае, тоже на рынок нефти. Но я полагаю примерно уровень там 95, может быть 90 на конец года, такой не столь широкий диапазон там. Более глобальное падение уже будет несколько позже, мне кажется. Там в течение года могут быть какие угодно движения. Что может давить уже в дальнейшем, это все проекты сланцевого газа, сланцевой нефти. Это очевидно, что это выход США на рынок нефти уже полноценный. И последние новости вот буквально этого месяца, это отмена экологических запретов в Европе на добычу нефти, добычу сланцевого газа и тоже сланцевой нефти. Отменила Великобритания, отменила Франция, отменила Германия. Причем если до осени еще были какие-то сопротивления, то сейчас все запреты сняты и просто уже первые разработки, они примерно уже начнутся в марте-апреле следующего года. Я понял. А вот это геополитическое составляющее, два слова буквально. Проблема Ближнего Востока, проблема Ирана. Ну она будет сохраняться, но я почему-то не жду, что там начнется какая-то острая фаза. То есть я думаю, что все будет сохраняться в тех же рамках, как мы видим сейчас. То есть какие-то небольшие, некоторые баталии, то есть глобального конфликта я там не жду. Тем более ядерного, о чем очень многие там любят говорить. Не дай бог. Американцы не будут там наводить порядок в ближайшее время? Обязательно будут, но смотря на с какой силой они будут это делать, это раз. Во-вторых, у них сейчас, ну это что называется, своих проблем хватает. А то есть что это по поводу Ближнего Востока? Не силен я в Ближнем Востоке и даже не был как турист там ни разу. Я вообще не люблю Восток. Ни ближний, ни дальний. Вот насчет сланцевого газа, нефти, Елена правильно совершенно сказала. Сейчас вот эти вот вышки, часть оборудования, которое занималось в Америке, было использовано для добычи газа, перетащили на нефть. И уже на графике, если посмотреть, традиционный способ, там уже появилась такая закорючка, вот эта вот сланцевая нефть уже видна. Сейчас вот все выжидания этой сланцевой революции, и мне кажется, будет, а не будет, я не специалист такой. Ну просто это тоже будет ценно на нефть правильно поддавливать. И такой фактор, как Ирак, да, то, что сейчас, по-моему, 3,6 миллиона тонн в день, да, и то, что он в 2020 году собирается два раза нарастить добычу, это тоже будет сильно. Поэтому я насчет нефти тоже вот, я думаю, что прогуляется она вниз, короче. Прогуляется вниз она? Котировочки, да, на какого уровня, я не знаю. Ну, как минимум не ниже 85, да, вот то, что ты прочел в диапазоне. Ну то, что, да, я подковался, да, я пришел. Ну это нормально. Хорошо, мы сейчас еще раз слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим подводить финансовые итоги года. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем эфир на Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Финансовые итоги года. Тема сегодняшней программы. Подводим мы их, компании с Еленой Чернолецкой, замедленным директором аналитического департамента Московского фондового центра, и Андрея Верникова, заместитель генерального директора по институционному анализу целей Capital Management. Я хочу вернуть вас с Востока, любимого и не очень, с Запада, в родные пенаты. Давайте вновь посмотрим на ситуацию в России. И вопрос у меня к вам касаемый рубля. Касаемый рубля, ну, касаемый, собственно, всего, что связано с национальной валютой, политики Центробанка, политики монетарных властей, ну, и, в принципе, курс рубля к доллару, который конец года, по крайней мере, достаточно уверенно, да, рубль, заканчивает. Вот. Ну, опять-таки, мы говорили, с чем это связано. Лен, что ты скажешь по поводу рубля? Во-первых, это то, что по поводу политики Центробанка, это уже запланированные на март очередные ужесточения нормативов для банков. Сейчас банки пытаются как-то договориться с ЦБ, чтобы все-таки нормативы в таком виде не проходили, но ЦБ настроен достаточно жестко. Это теперь ограничения по ставкам депозитов и кальдитования. То есть, вероятно, что продолжится политика ЦБ на ужимание числа банков. Он в свое время озвучил цифру, что нам необходимо 150 банков в системе. То есть, банки продолжат постепенно уходить с финансовых рынков. Там могут быть слияния, там могут быть какие-то действительно поглощения, там могут быть просто снятия лицензии. Но, тем не менее, число активных участников финансовых рынков будет снижаться. Если мы говорим в связи с этим о рублях, то вероятно, что будет какое-то время еще укрепление. Как нижний порог по рублю, я смотрю, где-то уровень 30-30,5, то есть вот где мы сейчас и находимся. И я полагаю, что в районе 30 это очень хороший момент именно для покупки валюты, потому что уже очень сильно переукрепленный рубль. И даже ЦБ все-таки старается от этого момента отпускать, понимая все риски такого сильно пережатой валютной системы. Дальше все будет, если это будет действовать в рамках политики самого ЦБ, то мы можем говорить уровень 30-32. Если мы увидим, что ЦБ придется на какой-то момент отойти от жесткого регулирования, то вполне возможно это уровень где-то 33-34, причем 34 он был бы сейчас более логичен для финансовой системы. Именно на этом уровне система уже могла бы стабилизироваться. То есть да, какое-то паническое движение было бы, но система могла бы стабилизироваться, пришел бы спрос не только в доллары за такой дорогой рубль. Андрюш, перепишем мне. Лен, у меня... Останови нам, пожалуйста, у меня сейчас в горло. Не в то горло пошло. Сейчас, извините. Да, вообще, вот так. Ты еще проговоришь про рубль, ладно? Еще раз. Разок. Блатнул воды, называется. Там был вопрос, я Лене задавал, про рубль, она еще раз поговорила. Вопрос. Ну, минуты две-три. Там увидишь я. Я, когда начал это делать, было слышно. Сейчас, дожди секунду. Блин. О, как бывает. Алина, отдайте, что на другой прогноз, хохма. Хохма не хохма, это в запись пойдет. Лен, что касается российского рубля, курса его к доллару, ну, политики Центрального банка, монетарных властей, как ты видишь это в следующем году? Ну, мы предполагаем, что политика ЦБ останется такой же жесткой, как и в этом году. Это прежде всего связано и с нормативами по банкам. Ожидается, что в марте уже будет принята часть нормативов по ужесточению деятельности банков. Очевидно, что ЦБ продолжит политику на сокращение числа участников банковской системы. Следовательно, с финансового и валютного рынка банки будут постепенно уходить. И второе, что продолжит делать ЦБ, это все-таки сдерживать каким-либо образом инфляцию. Но здесь есть два момента. Что, во-первых, скорее всего, нижняя граница для рубля, это будет уровень по доллару как раз, это где-то 30-30,5, вот то, что мы сейчас и наблюдаем. Я думаю, что это очень хороший момент для покупки доллара. И верхние границы при условии того, что это контролирует непосредственно ЦБ, это где-то район 31,5-32. Но здесь есть момент, не захочет ли в какой-то этап, на каком-то этапе, Центробанк просто отойти в сторону, поскольку есть, вот мы уже много говорили и о рисках снижения на сырьевом рынке, и о рисках волатильности на финансовом рынке, не захочет ли Центробанк в какой-то момент просто отойти от регулирования верхней границы, и не получится ли так, что за счет предыдущего сильного сжатия пары рубль-доллар и рубль-евро не получится ли более серьезный вылет рубля. И в этом случае можно ожидать уход в район 34, и я думаю, что это было бы как раз очень равновесно для всей финансовой системы, поскольку исчезла бы вот эта составляющая, когда заходят, например, в акции или в облигации, ждут следующего укрепления рубля, покупают еще более дешевый доллар и благополучно уходят. Вот эта вот дельта, она бы как раз ушла, и несмотря на какую-то, может быть, сильную, там, какую-то локальную панику, например, под ослабление рубля, рано или поздно, вот при более слабом рубле, система пришла бы в большее равновесие, чем она и сейчас. А, Дрюш, про рублю расскажешь нам что-нибудь? Да, я думаю, что, вернее, не я, а наше казначейство думает, что в следующем году где-то будет в среднем 31, 31,5-32, да, что касается доллара, что касается евро 40-41, и вот я тут совершенно вспомнил, совершенно случайно, что мы такую вещь, это самое, да, действительно, Елена говорил правильно, ликвидность, ставки овернайт росли, они выросли там 4,5-7 буквально, это очень влияло на рынок, но вот еще что будет влиять на рынок, мне непонятно как, это вот новая система расчетов на бирже, уход от T плюс 0, T в 3, да, собственно, что тут два фактора противоречивых, с одной стороны, спекулятивная активность инвесторов должна увеличиться, вот, ну, с одной стороны, с другой стороны, маленьким компаниям многим, это не по карману депонировать средства под эту систему, да, они могут с рынка уйти, и какой фактор переверится, я не могу сказать. Я понял. В таком случае, давайте еще вот два слова буквально поговорим о долговом рынке, как он будет чувствовать себя в следующем году, учитывая, что он был в фаворе, я имею в виду наш, да, рынок ОФЗ, прежде всего, и корпоративных облигаций, учитывая, что Евроквир заработает в следующем году, Лена. Ну, для начала все равно здесь надо ждать какого-то снижения, потому что ставки сейчас уже находятся на минимальных уровнях по облигациям, по ОФЗ, очень серьезная проблема это с тем, что сейчас называется пирамида в ОФЗ, когда банки в силу того, что они были зажаты по рынку акций, по рынку корпоративных облигаций, были вынуждены работать в основном с ОФЗ, а чтобы, ну, понятно, зарабатывать, да, то эта пирамида Репо, она уже выстроена, и пока там какого-то расчищения не будет, вот этой пирамиды, новых денег там тоже сложно будет ожидать, ну и просто по таким ставкам уже там и не США, да, и сама ставка рефинансирования у нас не 0%, не 0,25, да. Далеко не 0, да. Да, поэтому если вот этой вот какой-то сильной продажи по рынку облигаций не будет, то активности там я не жду. Поэтому я думаю, что где-то тоже, где-то может быть конец января, это февраль, это падение и на рынке облигаций. Андрей, ты как смотришь на рынок облигаций? На рынок, ну вот я думаю, что это будет донором до рынка акций, когда немножко проблемы разгребутся, вот о которых мы с Леной... Ну, то есть логично, да, что... Так увлеченно говорили. Да, 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 что весь год из акций уходили, да, в облигации, а теперь могут, может произойти нечто противоположное. Ладно, значит, мы потихонечку будем закругляться, учитывая, что это последнее, ну или почти последнее. Елена, напишите мне на руке значение индекса. Нет, я хоть посмотрю. Тысяча? Андрей, ну до следующего года ты что... 1260 она написала. Ну ты мог бы не говорить об этом в эфире. Ты что, будем его ни руку не мыть, что ли, извините? Вот я и спросил, зачем ты пишешь на руке, что ж мыться не будешь до следующего года? А придется. А придется. Так вот, учитывая, что это один из последних эфиров в этом году, я предоставляю вам буквально несколько слов, да, для того, чтобы поздравить слушателей с наступающим и пожелания какие-то, Лена. Давай. Ну, действительно, наверное, надо поздравить с тем, что этот год мы прожили, он был достаточно тяжелым. Получили хороший опыт, я надеюсь, что в следующий год он тоже принесет опыт на рынок. Я надеюсь, что многие проблемы решатся, и желаю всем аккуратности, внимательности к рынку, внимательности к своим активам, может быть, поменьше рисков, ну и все-таки профита, несмотря на то, что рынок будет падать или расти, неважно, аккуратней. То есть у нас всегда есть возможность заработать. Все будет хорошо. Давай, Андрей. Ну, хочется пожелать, чтобы вы слушатели были такие красивыми, как Верников, а также такими умными, как Чернолецкая. И чтобы, так сказать, все было хорошо, чтобы у вас портфелями, чтобы вы слушали аналитиков, но при этом принимали торговые решения все-таки сами. Самостоятельно, да, чтобы потом средки не переводили на некого Верникова, говоря ему, да, помнишь, ты мне рассказывал в одном из сухого остатка, что вот надо это было покупать. Кстати, нам уже подарили подарки радио, книжку прекрасную, да, Ирина? Большое спасибо радио. Вы только читайте ее, читайте. Она прекрасна не потому, что только большая и красивая, а еще и интересная. Спасибо огромное. Я, в свою очередь, тоже присоединяюсь к этим поздравлениям, поздравлениям в адрес слушателей от моих уважаемых коллег. Всего вам хорошего в наступающем новом году. Я заканчиваю эфир, еще раз с удовольствием их представлю. Сегодня в студии подводили финансовые итоги года Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента МФЦ. Спасибо, Лена. Спасибо. И Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management. Смотри, спасибо, Андрей, тебе тоже. Еще раз пригласите, нет? Обязательно пригласим, а тем более есть интрига, да, до конца года, вот эта цифра волшебная у тебя на руке. Это на следующий год. Она должна исполниться. Ну, мы будем пристально за этим следить. Она сейчас будет в Фейсбуке, но, кстати, ваша компания. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Еще раз с наступающим Новым Годом. Всего хорошего. Пока.